всем привет это какой-то дежавю та же самая машина впереди сзади и моя вообще надо забронировать это место для себя и поставить там надпись что это мое смешно так я еду говорю не может быть вообще все 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 в том же в том же составе и погода та же самая вообще в следующий день или все тот же странно будем надеяться что это суббота здесь родственники наши живут из и у них собачка ерса они их там много четыре штуки они их размножают здесь у нас такой вот улица со святым свечка на батарейках кстати вы даже в церквях есть свечки почти во всех церквях свечки на батарейках представляете туда кидаешь монетку и она зажигается ну зажигается не от того что там огнем ее зажгли а батарейка срабатывает очень как-то странно да может быть и одно или я так привыкла просто обычную нормальную свечку брать и зажигать а так как-то смысл я не особого не вижу чтобы батарейку зажигать как-то как-то все это странно для меня время близится как раз закрытие вот так у меня выглядит все благо что здесь не видно ничего здесь то у меня все нормально так немножко убрать на ному тяги здесь люди всегда приходят прямо вот под открытие стоят и к 12 к часу уже все все расшвыряла руки все в маске русские маски в головной уже на следующей неделе запись была сделана свадьба свадьба сейчас так что сейчас все это уберу и наверное будем собираться домой голодная как зверь там у меня варится гречка будут цвет с этими овощами помните я делала на этой неделе овощи с мясом и со всеми делами здесь у меня уже десертик готов мангу порезала как ужина вкусная кстати последний надо купить и знаете что я еще делаю да 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 так захотелось суп но никакого нибудь а из пакетика то там у меня есть обалденный бульон который я сама делала но нет же я его не хочу я хочу именно вот эту вот бяку в чулбяку вкусненькие иногда получается так что немножко супчиков по хлебаю и гречечки с овощами и на десертик у меня будет сладко-сочная мангу уже такое вкусное тает во рту а не в руках помните такую рекламу обалденная так что всем приятного аппетита и потом опять на работу кстати я вчера читала ваши комментарии и поступил вопрос про медицину в испании я особо как не сильно болею как-то до больницы я почти не лежала ни разу один раз только это здесь ли сильно не держит в больнице в общем начнем у меня муж кстати болел очень сильно давно вот это вот опыт есть в общем медицина в испании она значит как бесплатная да но опять как бесплатная я например как частный предприниматель плачу около 300 евро в месяц на пенсию на вот эту вот медицину вот поэтому как бы бесплатно ее трудно назвать до того как я не работала у меня была страховка по социальная страховка да так ее скажем сигура социаль как здесь называют по мужу было я в больницах все бесплатно абсолютно все вот мужу и операцию делали и лежал он там еда лекарства вообще я не носила ничего в больницу тогда мы еще не женаты не были но не родственники вообще ничего не платили больницу платить ничего не надо ничего носить своего не надо по моему это даже запрещено еду также тебя кормят вот и там даже меню есть который выбираешь либо рыбу либо мясо но если только у тебя не прописано это меню и какое-то там особенное без сахара или что-то еще вот то есть диетолог сам там выписывать что вам кушать а если все нормально не связано с желудком и что-то это то можно выбирать даже меню в общем еду мы тоже никому не носили даже знаете как я было время что я лежала ну не то что лежала а ночевала с мужем вот ночами и хотя это не обязательно это вообще даже не нужно там такие специальные кресла раскладываются но просто муж хотел чтобы я с ним лежала и даже мне ужин приносили представляете вот кто я с ним там лежала обычно палаты на 23 человека вот приносит еду постоянно чай там кофе мне завтра кто же кстати приносили по утрам обход моют кто не сам не может идти в душ в каждой палате там есть душевая кабин ну душ туалет вот и если человек не может сам идти в душ что приходят нянечки или то там медсестры и моют до этого человека специальные губки такие пропитанные этим как он называется ну мылом и вот губкой все там в общем все моют все замечательно меняет постель каждый день даже не каждый день а по мере необходимости также дают сорочку в общем все все эти причиндалы всего это все платить вообще ничего не надо но если ты кофе захотел попить пошел там машину выпил но и здесь больницах не держит если какие-то пит операции там я не знаю быстрее то два дня после родов вообще могут выписать на следующий день вот что еще лекарства лекарства я вот не понимаю как лекарства они не бесплатные но платим мы очень мало сварилась то есть у меня вот даже знаете были витамины однажды мне выписали они были что-то стоили около 20 евро я заплатила евро с чем-то то есть вроде бы как частным предпринимателям нужно платить 40 процентов от стоимости опять я опять это не понимаю как это так потому что говорю вот были витамины около 20 евро я заплатила евро с лишним а пенсионерам им что-то в месяц они не больше 8 евро должны тратить в этой в аптеке то есть если лекарство больше стоит 8 евро то это уже оплачивает государство вот что еще там могу рассказать знаете некоторые жалуются что долго ждут очереди но вы знаете тоже я смотрю других блогеров и мне кажется что это по всей европе так что нужно ждать если терапевта там записаться то есть я за дня два-три нужно ждать терапевта но если у вас что-то сильно болит например я ангину дожду что у меня аж там все в гное я иду в скорую помощь и меня принимают быстро очень антибиотики здесь не особо выписывать но опять если надо тебе обязательно вид выпишут также например как я иду своей ангиной мне все прекрасно выписывают антибиотики и даже и без вопросов что еще не знаю мне медицина испанская нравится все устраивает ничего нигде не плачу никакие там не идешь в больницу даже если какие-то сложные операции дорогостоящие ничего не надо никуда платить за нее тебе все сделают и на высшем уровне как говорится все знаете дрожжели дрожжелюбные все улыбаются нет такого что огрызляются как-то я не знаю я довольна у меня в россии конечно не было какого-то сильного опыта по больницам здесь не особо я не особо болею но говорю меня муж болел очень сильно и вот там я увидела разницу даже я я тогда на тот момент почти не разговаривала по испанскому они относились нормально там говорю еду приносили даже хотя я была просто за компанию дам что еще так сказать про это про медицину больше особо ой кто-то звонит пойду посмотрю может за номер какой-то странный американка звонит что за номер такой странный это американка у меня есть клиентка она приезжает на такая знаете там волос у нее как тростник толстый жесткий ужас но хорошо укладывается вот так что что еще могу рассказать про медицину в принципе ничего таких ужасов вот как я читаю там в россии что нужно даже бумагу с собой носить ручки тогда или еще что-то да да здесь еще знаете бахила вообще не носят ходить можно к больному сколько угодно хоть 15 раз в день но там есть какие-то часы которые не неприемные но я таких не помню ходят целыми стабунами а если уж роженица я уже говорила у нас рождались несколько родственников там вообще сперри она родила через пять минут уже там у нее вся семья в сборе все 150 человек вокруг ходят все трогают малыша также и с больными у кого прооперированы тоже все ходят всем причем вот допустим мужем его оперировали мы все сидели рядом с операционной ждали потом все друженько поднялись на этаж в его палату и ждали уже его там вот ну конечно если какая-нибудь инфекционная или что еще что то есть такой этаж куда тебя не впустят нужно надевать это впустят но ты наденешь маски наденешь разные халаты бахил вот видите с этим телефон с часами он может сам сам сами собой делать фотографии вот что еще про медицин то есть никаких бахил нету но там знаете постоянно ходят нянечки с этими тряпками постоянно моют убирают пшикают везде все везде все чисто грязно нигде и крови не увидишь никто не бегает никто не вообще там такая тишина несмотря на много народу приходит там всегда так тихо как-то и спокойно даже можно сказать уютно представляете ладно я пошла есть что если будут еще какие-то вопросы насчет медицины просто знаете для меня это так уже как бы так оно и должно быть что мне кажется что уже даже у всех так и что об этом рассказывать да так очевидно что у меня нет мне не возникает такого вопроса что чтобы рассказать допустим даже про ту же самую медицину я просто это уже воспринимаю что что так оно и должно быть что лекарство там вот стоят копейки что например не в больницу не нужно нести с собой вообще ничего даже если тебя будут к лажи то не там вообще ничего с тобой носить не надо поэтому поэтому так а вы задавайте вопросы буду отвечать пойду кушать зашла домой оставила чат потому что мы сейчас ели в гранату помните говорила вам что за ним брата мужа двоюродный что мы там нужно отремонтировать холодильник так вот муж едет ремонтировать холодильник дать и это я вот муж едет в холодильник ремонтировать а я по магазинам отдам раз живут рядом торгового центра левада вот и что говорится приятно с полезным совместить в магазин я никогда не уставшая в магазин хоть куда и хоть когда так что едем ехать в субботу на на шопинг это конечно не очень хорошая идея это просто пипец какой-то сколько народу а еще у нас футбол сегодня в гранаде гранада играет барселона и поэтому народу офигеть сколько посмотрите я так не люблю когда много народу ну ладно покажу погуляю в общем вот так все это выглядит я сейчас была в примарк или прайма как его там называют там вообще труба даже все желание отпадает что-то брать потому что во первых очень большие очереди примерочные потом очень большую очередь это вообще как это жесть так погуляю похожу я не уверена что я что-то куплю мне в принципе ничего не надо не какой-нибудь ремень правда посмотрела не знаю а вон надо а парфой у нас тоже в матриле есть в общем посмотрим пойду сейчас за руку смотрю убирать надо камеру это скажет снимать нельзя там я так есть захотела пока стояла в очереди там чего только нету и мороженое всякие вкусные булки такие слюной исходила и знаете подходила уже с таким желанием возьму самое большое мороженое самое калорийное подхожу к ней и говорю мне смузи банановое манго банановое все дело сделано иду теперь попиваю смузи банановое манговое ничего так прям чувствуется что это именно свежие фрукты в общем фрукты перемолотые так что я себя как говорится удержала но так хотелось мороженое думаю такое вкусное было так выглядело так вот но зато сейчас я иду и радуюсь что я взяла это а не какое-то супер жирное мороженое пускай оно очень вкусное потому что последний раз шло в рот запекала было три четыре часа а сейчас уже восемь если я еще ничего не будем поем то это будет умереть сейчас пойду в Ачин Дэм схожу знаете иду и думаю мне так стыдно смотрите сколько народу в общем что стыдно там сожрала я чужой смузи представляете потому что повернула потом бокал и там знаете что написано бокал ну пластиковый стаканчик там было написано что там манго апельсин и ананас а я то заказывала манго и банан в общем чей то был другой ну она поставила такая на витрину я его и схватила больше никто желающих не было сейчас иду мне так стыдно думаю надеюсь они меня не запомнили а то скажет вот она кто сожрал мой смузи блин вообще какие-то и смех и грех ну а что вкусный был я гляжу что-то думаю бананы не чувствуются думаю ну и хорошо ага его там и нету ой блин в общем я как видите вообще ничего не купила еще но наверное и не куплю ну так круги наматываю в бенитушку сходить мы уже дома точнее я дома муж футболист живу типа того поехал футбол смотреть а я не футболист я домой к моему маленькому мальчику в общем купила вот такие серьги мне они очень понравились в сфере 3 евро всего стоили и вот такие немного тяжеловатые ну не знаю пойдут наверное прям тяжело мне прям они понравились так что скоро увидите меня в них классные да блестят все как я люблю мерить сейчас не буду потому что у меня что-то вот это ухо чесаться начало но что это значит когда уши чешутся значит что-то там заболевает поэтому простые сережки пока не буду носить эти у меня серебряные от серебра вроде как ничего не болит ну чего ты там с игрушкой своей да ты с игрушкой своей да вот так и живем белье разложила вернее сложила но не разложила в общем так уже сил ни на что не хватает так что я буду с вами прощаться до завтра всего вам самого лучшего и встретимся с вами завтра кстати спасибо за комментарии сегодня уже было намного намного веселее пока пока пока